А что там в прошлой серии было? Не расскажу. Смотрите сами. Кто-то из бдительных граждан позвонил. И тут подъезжает какая-то машина, хлопает дверь. В таких ситуациях увидел заправку, заправляюсь. Залил 95-е, но он закончился очень как-то быстро. В Новосибирске? Ну типа да. Стоит рукой машина. Давай вот сюда, загребай. О, повалился мост. Чем дальше пробираемся на восток, тем больше машин праворулили. Ну что, ты его одна ездишь? Ты сказал, не будешь. Пойдем в Оби, по-моему, ноги. И вновь скрылись они в лесу. Под мостом только голышом можно купаться. Привыкаешь к холоду. А сюда отправляются несбывшиеся детские мечты. Какую-то аномальную зону заехали. Здесь вдоль дороги очень много бабочек. Мне кажется, мы не той дорогой поехали. С сушильня он. Всем привет. Это канал Магистраль Жизни. Меня зовут Сергей. Там у нас Милана. А где-то там у нас Светлана. Вон она. Недовольная вышла. Что-то не то, да? Смотри. Забыла. Или 200, или 250 рублей. Стирка 40 минут стирает. Сушка отдельная плата 200 рублей. Но сушат около долго, чтобы досуха. Это 2 часа. Охренеть. Получается 450 рублей. И потратить где-то часа 3 на все это. Но так себе история. Это мы ищем где постираться. Вот Света увидел. Прасечная. Блин, самая крутая все-таки на той заправке была. 150 рублей. Сушка бесплатно. Вот оно в машинке при себе. Ты забрасываешь, стираешь. Сверху стоит сушка. Закидываешь, она сушит. Все. Что, как ночевали, спросите вы. Ну, в целом нормально. Когда пришло время, я вырубился из полного утром. Мне даже было не холодно. Но прежде чем заснуть, у нас приключилась такая история. Нас посетили гости. Уже были такие сумерки. Солнце уже давно село. Я уже начал дремать. Видеть как-то вступительные титры своего сна. В главной роли Жульен Бульон в фильме. И тут подъезжает какая-то машина. Хлопает дверь. Света толкает меня в бок. Типа, кто-то к нам приехал. И идет какой-то человек к палатке. И я слышу, он кричит. Есть кто живой? Мы подрываемся из палаточки. Давай вылазить. Выходим. И там эти самые... Это милиционер, наверное, или охранник был. Я не знаю. На милиционера. Ой, на милиционера. Это же полиция здесь. На полицейского был похож. Ну да, в реформе. Но я не успел. У меня на спине было написано что-то. Может, он охранником был. Территория этой. Мы же ночевали там, где строится нефтепровод. И потом уже, как выяснилось, кто-то из бдительных граждан позвонил и сказал, что здесь находятся подозрительные личности. И вот они приехали проверить. И начал задавать вопросы. Ну, в такой, знаете, доброжелательной форме. Это не была форма допроса. Он улыбаясь, типа, а что вы тут делаете? Кто вы и куда едете, собственно? Ну, мы рассказали, что, мол, ехали по трассе, устали. И вот увидели единственное место, потому что там были болота везде. И остановились. Потом еще подошел второй человек. Они там разговорились. Типа, как у вас там в Беларуси? Все дела. И рассказал нам еще по территории, куда заехать. Там, говорит, в Новосибирске зоопарк можно заехать. Большой, красивый. По городу погулять. Ну, и так, пообщались немножко. Правда, пока мы стояли, солнце село. Комары нас загрызли просто. Вообще здесь нельзя, типа, находиться. Но, как бы, они потом поняли, что мы никакие там не злодеи. Они нас оставили и все. Пожелали доброго пути. Вот такая история. Про заправки хочу рассказать. Где, как, когда и зачем. Для кого-то может быть полезная информация, а кому-то и все равно. Как правило, куда бы я ни ехал по цивилизованным странам, я стараюсь не допускать, чтобы бенз опускался меньше половины бака. То есть, как только стрелочка приближается к середине, я ищу ближайшую заправку и доливаю доверху. Есть ли это страны, где напряжено, с бензином, с заправками, там, расстояние большие. Не помню, по-моему, в Грузии у нас такое было, что мы долго ехали, там, какими-то тропами неизведанными и не могли заправки найти. В таких ситуациях увидел заправку, заправляйся, не важно, сколько там, 5 литров бензина, 10. Но лучше заправиться, чем потом ехать с пустым баком и переживать. Ну и, как бы, когда у меня по плану такие страны, где проблема может быть с топливом, еще есть в багажнике канистра на 10 литров бензина. Ну, в данном случае она стоит. Я надеюсь, она не пригодится, но в запасе бензин есть. Что касательно, на каких заправках я заправляюсь. Во-первых, я смотрю по внешнему виду. Это, как бы, не призыв к действию, это просто лично мои такие восприятия. Если стоит заправка вся ржавая, буквы у нее болтаются, то я такие проезжаю мимо. Естественно, при условии, что заправок валом. Если она одна будет на пути стоять, ну, что поделать, я заправлюсь. В пути немаловажно еще сервис на заправках. Это туалеты, если есть вода, магазин, там, чай, кофе. Поэтому опять играет роль внешний вид заправки. Чем она крупнее, чем больше там народу, соответственно, она более популярна у людей, у местных. Ну, и по качеству топлива, честно, я вот по России еду, мы, ну, в таких прям страшных заправках мы не заправлялись. Но основные, там, Газпром, Татнефть, Роснефть, Ирбис там где-то попадался. Я не увидел разницу, хорошее там топливо или нет. Но, как бы, я всегда 95-й лью. Едет и едет. Когда катались по Украине, там, да, какая-то заправка попалась нам. Я вроде бы залил 95-й, но он закончился очень как-то быстро. Ну, я уже не вспомню, это давно было. Что там за заправки были и в чем там разница. Там у них какие-то 95-е разные были. Они рассказывали, якобы, один местного производства, другой, там, белорусского производства. Еще какой-то третий даже вид был. Но вот один раз было, что да, мы заправились, и он прям испарился. В данный момент, как бы, это лидер по качеству заправок. Для меня, ну, для меня лично, это Турция. Там заправки просто шикарные. Там не только можно заправиться, перекусить, отдохнуть, на них еще можно и переночевать. Что мы в прошлую поездку с удовольствием и делали. Ставили там палатку и жили. Что там Сережа был? У вас дождь, что и змеи. Он был Бэтмен. Я не успел посмотреть. Впереди машины такие. С задвижением слежу. Мы в Новосибирске. Ну, типа, да. Но я пока не езжу, я только болото езжу. Сейчас мы поедем в центр. И там, а, там какая-то смотровая площадка написана. Может, мы на гору какую-то взберемся и посмотрим с высоты на него. Вот красота. Нас так прикалывают эти штуки. У нас просто в Беларуси их нет. Вечно, как увиделся, едем и лахаем. Стоит рукой машет. Давай вот сюда, загребай. Да, да. Что-то мы в какой-то странной Новосибирске займем. Непонятно, не происходит. Ого. Повалился мост. А, не, его строят. Какой-то он очень новый, Сибирск. Может, его еще только строят, а мы уже приперлись. Мы чем дальше пробираемся на восток, тем больше машин проворулили. Они так забавно ездят. Ну, по крайней мере, когда на трассе. То есть едет фура прямо. И он, чтобы посмотреть, что впереди, он так на обочину смотрит, потом резко влево идет на вгон. Это выглядит странно. Мы сразу не поняли. Думали, он хочет по обочине, не по гравию, а входить в фуру. А потом допетрили, что это праворульная машина была. Мы тут это, типа, обедаем. Самопальные сэндвичи. Непонятного качества колбаса. Колбаса, да, очень. И булочки по 5 рублей. Я пыталась перевести эту цену в наши белорусские, я так до конца не поняла. Это по 15 копеек, что ли? 6 рублей. Нет. Сейчас я... Ну, это пятая часть... Соображу. Ну, пятая часть от рубля. По 20 копеек. Даже меньше. Ну, где-то копеек 20, короче, за булочку. Ну, это очень дешево. На самые дешевые булочки это рубль. Дешевле я уже не встречал. Нет, есть дешевле. Вот эти бывают, которые, ну, вот как для хот-догов, для гамбургеров. А, когда они пачками продаются? Нет, есть поштучно бывают, но они тоже в районе уже не дешевле 50 копеек. Все, конечно, хорошо. А что ты открыла такое интересное? Кумах. Ты что, ты его одна ездишь? Ты сказала, не будешь. Света, не бери. Я на тебя не брала. В смысле, я не буду? Ну, ты булочку свою съел с колбасой. Вкусно? Наверное, да. Еще не поняла, да? Я пока не поняла. Судя по карте, где-то там впереди смотровая должна быть. А еще я обнаружил, что там пляж есть. И мы сейчас пойдем помочим ноги. Как там река называется, помнишь? Нет? Опера. Да, опера. Так что пойдем в оби, помоем ноги. Мне кажется, вон там за забором есть такая... А, отсюда уже не видно. Там вышка такая есть. И, наверное, это смотровая площадка. Только почему-то снизу здесь никакой лестницы нет. Только если погорев забраться, и то там забор. Ну, здесь, наверное, его край. А, я вот здесь тропинку какую-то нашел. И вон там может быть смотровая. Пока мы полны сил, мы решили сразу забраться. Глянуть оттуда сверху и потом пойти на пляж. Вообще, мне кажется, там деревья все закрывают. Весь обзор. Точно забором обнесено. Что-то вечно не с той стороны залезем. Что, что, вход вкладом? Да, на стол с той стороны. Зачем тогда забор? Так, правильно. Зачем забор, чтоб не упал ни в цены. А вы что, не перелезете? Можно отсюда? И вновь вскрылись они в лесу. Пришли, людей напугали. И все, и свалили назад свою чащобу. Туда видно только мост красивый. Кусочек маленький. И город чуть-чуть на той стороне. Здесь реально надо деревца подрезать. Чтоб красивый обзор был. Вон там впереди пляж. А мы решили вот здесь, вот на дикий пляж пойти. С этой стороны под мостом только голышом можно купаться. Что-то мы попутали. Тут, наверное, машины моют. Прям такой заезд для машинки. Становишься, моешься. И все, и поехал дальше. О, корабль! Пойдем поищем пляж почище. Ну что, у нас есть такая вот бухточка. Здесь как коса. Людей очень много сегодня выходной. Но вода вот здесь в углу тоже не очень красивая. Ну как она тебе? Отлично. Самый главный морж. Отлично все. Вода огонь. Парное молоко просто. Не, на самом деле, такая прохладненькая. Свою оценку, Свет. Такая же. Так ты зайди, может, для начала. Такая же. Стоит на берегу. Тепло? Нет. 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 Ну я попутал, если не черный. Нет, постепенно привыкаешь. Ага. Привыкаешь к холоду. Я вам это хочу показать свой фирменный загар водительский называется. Рука черная, сам бледный как смерть. Мы уже почти к краю этой косы дошли. Я думал полностью обойдем из кусты. Здесь это уже мы по стороне бухты-то идем. Здесь вода, конечно, теплее. И даже камней меньше. Ну, как бы, как бы пляж неплохой, да? Есть и переодеться где, и умыться, душ есть. Единственное, что почему-то питьевой фонтан не работал. Ни один. Их там три штуки. Там просто напора нет. Сложно попить. А, и вода какая-то зеленоватая. Это, ну, либо ее натуральный цвет. Либо она... Нет, в реке. Либо она начинает свисти, либо еще не начинала, не знаю. Я знаю, кто это. 2023. Вот это морда. Сережа, ты меня заставил. Вот так вот. Чего стоишь? Открывай дверь. А сюда отправляются несбывшиеся детские мечты. Там просто какая-то свалка как-то детских площадок. Не площадок, карусели. Ну, это детские площадки. А карусели. Там какие-то машинки с детской площадки, карусели, какие-то горки, замки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы пересекли реку Упь. И, ну, такое ощущение, что город уже на холме на каком-то был. Та часть его. И только мы покинули город, сразу начались какие-то такие холмы, возвышенности. А на той стороне болота были, вот до самого города мы ехали заболочено-заболочено. А дальше мы путь держим город Кемерово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В какую-то аномальную зону заехали здесь. Почему-то вдоль дороги очень много бабочек. Ну, как много? Я не знаю, камера передала или нет. Просто пытались заснять это дело. Вот они до сих пор летают. Их примерно вот как тополь, когда цветет. Вот эти пушинки летают бесящие. Их же немного летает, но они бесят. Ну, здесь примерно так же вот эти бабочки летают. Ну, вот чуть-чуть реже. Но чувствую я, пока мы доедем, вся машина будет в бабочках. Ну, вот они дохлые все лежат почему-то. Машины их взбивали или что? Или они сонные? О, идешь просто лежать. О, здесь вообще, смотрите, сколько их. Это все бабочки. У них какой-то сезон, может, вылупление или что массовое. Мне кажется, мы не той дорогой поехали. Тут есть два пути в Кемерово. Ну, вот на карте, смотрите. Вот одна есть трасса. Вот это вторая. Вот навигатор нас. Он упорно ведет. И вот навигатор нас настойчиво, блин, он трясет уж, капец. Настойчиво всю дорогу еще из города я не выехал. Он мне кричал на 3 минуты быстрее, на 5 минут быстрее, на 8, на 12. Парниша, дуй-туй. Ну, вот поехали мы. Как бы она такая. Ну, вроде едем. Ехали все по дороге, смотрим озеро какое-то на карте. Огромнейшая. Ну, и как бы съезды такие удобные. И мы решили съехать. Ну, вроде места нашли даже тут. Планируем заночевать, если все пойдет по плану. И, слушайте, можно даже банный день устроить. Точно. Неси кусок мыла. Ой, это я все еще хрипатый. Но я уже на поправку иду. Вот два дня прям так штырило меня, горло болело насморк. Сегодня с утра уже чувствую, что становится лучше. Илана, смотри, что у нас сегодня на ужин. О, мясо. Я готовился есть его с сыром. Мне уже надоели эти консервы, блин. Нам, короче, какой-то аноним задонатил 200 рублей. И пошли гуляша купили. О, вот такое оно было. Короче, мы сегодня шикуем. Как же мы здорово зарулили на это озерцо, а. Помылись, постирались. Как комары уже кусают. Солнце куда-то за тучку спряталось. Смотрите, грызанул. Ну, это все фигня. Сейчас мы поужинаем. А, смотрите, тут сушильня вон. Везде вещи висят. Прачка. Бесплатно. Удобно. А то 450 рублей отдай, еще 3 часа сидишь, жди. Не, это неинтересно. А что ты делаешь? Пяточки чешешь? Да хоть отмыть. А вот там на горизонте уже холмы какие-то видны. Прям такие высокие-высокие. И мы когда из Новосибирска выезжали, тоже такими прям ву-ву-ву. Как на веселых горках ехали. А вот и наш скромный ужин. Что, как оно? Вкусно. Пюрешко? Вкусно. О, там комар. Это белок ешь. Нет, там нету белок в гусеничках. Как у меня комары сидят раньше. Ну да, что-то комары налетели. Солнце рано спряталось за тучками. Оно-то есть. Просто облака налетели. Очень вкусно. Ладно, в общем, мы будем ужинать. Ставить палатку. Прятаться от комаров. Увидимся завтра. А, и вы же там не забудьте подписаться, чтобы не пропускать серии нашего сериала. Ну и естественно, если вам это нравится. Субтитры сделал DimaTorzok.